При поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева два года назад стартовал проект «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых». Участниками проекта, где бесплатно обучали основам предпринимательской деятельности, были 92 славенца. Семь молодых предпринимателей стали победителями. Об одной из лучших Дарьи Сафоновой мы расскажем в нашем репортаже. На наших улицах с каждым годом все больше красивых автомобилей. Приятно видеть ухоженный автомобиль с блестящим кузовом, с чистыми дисками и безукоризненным, хорошо пахнущим салоном. Вернуть автомобилю вид нового сможет специалист по детейлингу. Так называют комплекс услуг по тщательному уходу за внешностью и интерьером автомобиля. Дарья Сафонова и ее муж Дмитрий после обучения в школе молодого предпринимателя загорелись бизнес-идеей детейлинг-автомойки. И по итогу мой муж как-то нашел в интернете информацию, потому что идет набор в школу молодого предпринимателя. Сказал, давай попробуем. У нас родился маленький ребенок. Я ушла в декрет. Времени было мало на самом деле, потому что ребенок много сил отнимал и сейчас отнимает. И мы по ночам участвовали, писали проекты и, собственно говоря, разработали концепцию. И прямо в рамках этой школы открыли собственную мойку. Предпринимательская учеба дала им много полезных знаний и они решили открыться на собственные деньги, арендовав помещение, закупив прежде всего необходимое современное оборудование. Я получила сертификат на полмиллиона рублей под ставку 0,1% от мой бизнес. И получить его достаточно легко с этим сертификатом. Но мы все-таки открылись на собственные деньги, так как школа дала много знаний и одна из рекомендаций была открываться на собственные. Поэтому этот сертификат мы приберегли для дальнейшего развития, для масштабирования проекта. Сейчас отрабатываем все шероховатости, все тонкости и, скорее всего, планируем масштабироваться в Славянске. Они сразу же сделали ставку на качество работы по оптимальным ценам. Это помогло автомойке наработать клиентскую базу. Сюда приезжают автолюбители даже из других городов Краснодарского края. У нас много интересных фишек. Это только наши фишки, которые мы не оставляем в секрете, конечно, но все-таки в пределах, скажем так, фирмы оставляем. По поводу Сарафанова радио, да, и по поводу Новороссийска очень интересно получилось, что как раз-таки автомобили по этому телефонному радио начали приезжать из Краснодара и из Новороссийска сюда к нам на какие-то хорошие комплексы. Это полировка, химчистка. Дарья Сафонова уверена, если есть желание самому взяться за новое дело и если ты можешь работать без оглядки на время, то стоит попробовать стать предпринимателем. Все должно получиться. Но если хочется сделать что-то для людей в первую очередь, а потом уже стоит второй вопрос – заработка, то, наверное, надо идти в предпринимательство. Если человек готов работать 24 на 7, это не наемная работа с 8 до 5 вечера условно, это работа 24 на 7. И ты должен в себе сочетать большое количество других профессий – бухгалтерия, маркетинг, собственно говоря, самопроизводство. Ты должен во всем разбираться. И если к чему-то действительно душа лежит, надо пробовать, надо не бояться. Всегда может получиться, а всегда может не получиться. Но если не попробуешь – точно не получится. Предприятие «Чисто Сафоновы» предлагает детейлинговую двухфазную мойку кузова и салона, несколько видов полимерных покрытий, профессиональную полировку кузова, детейлинговую химчистку. Дарья Сафонова сказала, что в ближайших планах есть еще одно обучение предпринимательству, а затем желательно масштабирование проекта – строительство собственного специально оборудованного помещения. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».